Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Мои хорошие, знаете, где нахожусь? В салоне. А сейчас покажу вам одну красавицу. Ой, она так похорошела у нас. Посмотрите, в Турции Мерсин как действует на девушек. Она похудела, ходит на тренажеры, на диету села. Асенька, маме привет, папе, всем родственникам. Всему северу. Уважаемые родители Аси, вы воспитали очень хорошую дочку. Она такая вообще веселая, позитивная, мне приятно с ней общаться. Я тоже такая ха-ха-ха, всегда смеется. Смотрите, девочки, полчаночки в салоне. Хозяюшка, это хозяйка салона. Скажем, бесплатная реклама. Так работают девочки наши в этом салоне. Поехали. 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 Нежный оригинальный маникюр Самое актуальное в наше время Видите мой до Потом увидите после Какую красоту я выбрала с Асенькой Такой красивый маникюр Держится уже 4 недели Наверное я ношу И вообще не испортился нигде Смотрите со всех сторон Только что отросли ногти Очень красивый Всем понравился сразу турчанкам Я как папарацци Уже турецкая молодежь девушки Интересуется красивым маникюром Когда едет скорая Машины все становятся ряд Я освобождаю дорогу Сделала маникюр вот такой Красивый Покажу вам дома Возвращаюсь домой Мои хорошие Как светятся у нас Мерси Район Мейзитли Очень много времени Я потеряла сегодня На маникюр Но ничего не поделаешь Красота требует жертвы времени Не так ли? Сейчас бегу домой Быстро готовить кушать надо Тошкин ждет меня Вот и наш сегодняшний ужин Друзья мои Дела макарончики Голубцы Посмотрим Салатик Сюзми йогурт Как сметана И вот тарелка осталась Супа Может поедем Покушаем Может нет С лимончиком Приятного нам всем аппетита Эвет Ашкэм Ашкэм идет Вы не видели моего Ашкэма сегодня Ашкэм Привет Ашкэм Сени из лимеды Инсанары А чиктын моим медем Ашкэм Приятного аппетита Афей толсу Что за сарма Думал на сарымсяк А вот Голубцы такие тоже Он просил Мои дорогие друзья Сейчас пришло время С вами поболтать Чуть-чуть Меня многие спрашивают Сейчас просмотрю комментарии И думаю отвечу на них Мои хорошие Сейчас я одену Свои глазки Вторые И прочитаю Почему не берете Попугайчика снова Этот вопрос Повторяется постоянно Или собачку Или кошечку Знаете что Я сейчас вам отвечу Но после Гигоса Трудно Мне будет Опять Чего-то смерть Переживать Очень трудно И вы знаете Что я в ближайшем будущем Как откроют границы Хочу поехать в Грузию Кто будет за ним смотреть Так как я После Грузии Я уже смогу Сообразить Что и как Брать или не брать Посмотрим Все события Которые Происходят Каждый день У меня меняется Что-то новое 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 А насчет кошки И собачки Мы не готовы Мы постоянно С мужем Выходим Куда-то И его родители Тоже не понимают Это в доме Да Вот даже узнали Когда Что у нас была собачка Там Татьяна Своего малыша Они не приходили В тот момент Но они не понимают Такие люди Староверы Но ничего страшного Я уже Когда поигралась С лаки Играю с лаки Я уже задумываюсь На эти вопросы Пока я еще не готова Сейчас я очень В активных Таких движениях Туда-сюда хожу Двигаюсь И посмотрим Не будем загадывать Вперед Но пока посмотрим Хочу с вами поговорить По-женски И рассказать вам Может поделиться Каким-то опытом И может дать кому-то Такие трезвые советы Потому что Мне очень часто Пишут Много женщин Спрашивают советы И я никогда Не поднимала Эту тему В эфире Все показывала Свою жизнь Обыденную И все А сейчас Мне просто Хочется поговорить И научить вас Женщин Как действовать Как вообще Какая ситуация Вас сможет ожидать И тому подобное Сегодняшней темой Нашей болтовни Будет Мужчина с детьми Как выйти Стоит ли выходить Замуж за мужчину С детьми Ни в коем случае Мои хорошие Если вы хотите Мучиться всю жизнь То пожалуйста Выходите Вы понимаете Что Сколько знакомых У меня было Сколько есть До сих пор Даже турецкие Женщины Не могут С этим смириться Вы не представляете Дети Насколько Взрослые Даже дети Говоря уже Маленькие Они Насколько Эгоистичны И никогда Не простят Вам того Что чужая Тетя Живет С их папой Я видела Очень много Ситуаций И слышала От близких Знакомых Выбирайте Себе Таких Мужей У которых Ну которые Естественно Не живут С детьми У которых Нет маленьких Детей И Которые У которых Дети Подальше Подальше Понимаете Если они Будут Каждый День К вам Ходить Они Вам Испортят Всю жизнь Даже Мой муж Знаете Что Говорит Иногда И Моя Золовка И Мама Моего Мужа Анемчик Что Хорошо Что Дети Даже Не общаются С мужем И в таком Процессе Да Сейчас Но Может Они неправильно Говорят Я иногда Говорю Потому что У него Моего мужа Кто не знает Кто не смотрел Мои видео Предыдущие Я сказала Что я Третья жена Но Вторая Официальная У него После Турецкой жены Первой Он ушел К Турчанке Я не то Что там Отняла И увела Хотя Эту тему Уже хотела Закрыть Но просто говорю Что у него Был второй брак Брак какой был Он ушел К Турчанке И У нее были Взрослые Такие Один взрослый Сын И маленькая Дочка Он не мог Ашкам Найти с ними Контакт Какой-то Нет Поначалу Все было Хорошо Но этот сын Потом Ревновал маму К чужому Дяде Где сядет Там Раскидывает Щелкает Семечки Мой муж Очень чистоплотный И любит порядок Он делал Все Чтобы вывести Его из терпения Он столько Терпел 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 Хотя С женщиной Самой У него были Хорошие отношения Он говорил Но она иногда Делала ему Назло Тоже Там Общалась С теми людьми Которыми Мой муж говорил Не надо Общаться Но она Все равно Общалась С этими Такими людьми И Конечной точкой Было Дети Он просто Убежал И все Даже Ему было Тяжело С чужими Детьми Потому что Дети Ревновали Маму К чужому Дяде То же самое Происходит И с тетями Дети Ревнуют К чужой Тете Турецкие дети Не против Брака Отца С чужой Тетей На словах Когда Эти тети Приезжают И происходит Процесс Бракосочетания То у них Все Меняется В жизни Да Они Начинают Ревновать Отца Постоянно Они приходят В дом Устраивают Разные Пакости И Отец Такой ситуации Между двух Огнений Хочет Обидеть Жену Хочет Уделить Внимание Им И получается Дурдом У меня Есть одна Знакомая Она живет В другом Городе Не буду Говорить Но У нее Такая ситуация Дочка Дочь Взрослая У нее При разводе Он оставил Он оставил Квартиру Дочери С мамой И они Переехали В другой Город Ну и что Думаете Это взрослая Дочь Которая Уже Очень Взрослая Пик Совершеннолетия Перешла Но она Пока еще Не замужем В институте Заканчивает Или учится Не знаю Во втором Такой Не помню точно И она Значит Каждое лето Приезжает К ним в гости И каждое лето Его новая Жена Вторая Сходит с ума Что она не делает Вы себе Представляете А так Именно на три месяца Приезжает На все лето И все время Говорит о маме Шуршит Там с папой И отец В это время Меняется К своей жене А в этот раз Она как-то Приехала У жены Пропали Какие-то Вещи Даже Она Вставала После обеда Отец В этот период Заболел И она даже Не соизволила Помочь ему Не поехала Ни в больницу Спала Свет И Ни о чем Не беспокоясь Когда они Возвращались Из больницы Весь стол Кухонный Был Посудой Мусором В общем Она пальца Палец Не повернула И это Ухудшало Ситуацию В доме Ужасное Было И эта Вторая жена Была в истерике И в итоге Отец Решил Отправить Выгнать Свою дочь Из-за их дома Потому что Она все делала Назло Вот такие бывают Ситуации И это не первое Может я вам расскажу Еще в другой раз А может и сейчас Расскажу У меня тоже была Есть такая знакомая У нее Муж С большим количеством Детей Он сказал Что они же Будут не здесь Но когда Прошло какое-то время Год они пожили Не здесь А потом дети Вернулись в дом Какие-то причины Были И все И это все На шее У этой жены И она С ума сходит Она убирает За ними Они все Пачкают И отец Не знает Как справиться Он говорит Я же не выгоню детей Так что Мои хорошие Прежде чем Всем Чтобы выйти замуж Принять решение Подумайте о себе Еще раз Еще раз Не надейтесь На мужа Вы должны Приехать И иметь Свой заработок И тогда Ни один Чем мужчина Не сможет На вас Посмотреть По-другому Не приезжайте Сюда Не обрубайте Концы Чтобы все На его шее Есть такие ситуации Которые Везет Действительно Приезжают Они в хором И все Но есть В основном Тут Средний статус У всех Мужчин Миллионеров Очень мало Мои хорошие Поэтому Говорю вам Я прошла Все на себе Присоединяйтесь Спросите Про мой бизнес И не бойтесь Ничего Если вы планируете Переехать Оставить Свою основную Работу Мне кажется Это выход Совсем по-другому На вас будет Смотреть Я сейчас Ничего не боюсь Абсолютно Потому что У меня деньги В кошельке Есть Мои деньги Вот я пошла Сегодня Заплатила За маникюр 200 лир В салоне Да И я Теперь не боюсь Как может быть Раньше сказала Ашкэм 50 или 100 лир стоит Я 200 лир заплатила За маникюр Посмотрите Какой красивый Мне сделали в салоне Завтра на Свету Больше увидите Такой нудовый Так что Мои хорошие Немножко подумайте О моих словах Буду наверное Закачивать А то очень много Она говорила В следующий раз Мы продолжим На другую тему Что вас интересует Пишите Но будьте осторожны С мужчинами У которых дети Это просто невозможно Чтобы вы были счастливы Будете счастливы Это все до поры до времени Ну все Буду заканчивать Пока-пока С вами была Светлана Та Пальчики-пальчики И 10 тысяч подписчиков Нам нужны Субтитры Субтитры